Двигайся больше, проживешь дольше. Окончание строительства физкультурно-здоровительного комплекса в Огудневе ждут с нетерпением. Пока же возведение объекта находится на начальной стадии. Строители выполнили подготовительные работы, установили строительный городок и смонтировали ангар. Мы планируем в феврале, в середине февраля, приступить уже к монтажу металлоконструкции. Работу мы планируем закончить. По договору у нас срок назначен, срок сдачи объекта 1 августа 2017 года. Когда завершится строительство диализного центра? Этот вопрос волнует многих, особенно тех, кто нуждается в процедуре гемодиализа. Объект рассчитан на установку аппаратов «Искусственная почка». После его сдачи будет полностью закрыта потребность района в этом виде высокотехнологичной медицинской помощи. Пациенты очень ждут, ведь пока им приходится ездить на гемодиализ в другие муниципалитеты. Строительство гемодиализного центра началось в сентябре 2016 года. На данный момент в Щелковском районе проживают 54 человека, которые нуждаются в гемодиализе. Центр же будет рассчитан на оказание 120 процедур в сутки. На сегодняшний день идут параллельно два вида работ. Это монтаж несущего каркаса металлического и формирование монолитных бетонных перекрытий. Данные виды работ будут закончены в апреле месяце. В этом году мы планируем закончить строительство объекта. Работы идут в соответствии с графиком. На выездном совещании обсуждали вопросы тех присоединения будущего здания к коммунальным сетям. Сегодня мы как раз на стадии активного строительства уже проанализировали вопросы завершения. Потому что здесь подключение инженерных сетей, получение лицензии, получение разрешения ввода на эксплуатацию. Это, как всегда, бывают очень неприятные моменты, когда все вроде бы готово, а чего-то нет, чего-то просмотрели. Потому что, чтобы этого не было, мы сейчас выстроим график контроля, в какое время должно что быть готово. Необходимо сейчас провести совещание и по техническим условиям всех наших уважаемых коллег-постачков ресурсов направить нужное русло. Посетил Алексей Валов и дом номер 72 на улице Центральной, которому уже более 50 лет. Здание находится в плачевном состоянии. Полы, коммуникации прогнили, стены сыпятся. Переселение микрорайона Дальний Воронок из аварийного жилья – одна из важных задач, стоящих перед администрацией района. Мы стараемся, но, к сожалению, то один застройщик СУ-155 обанкротился. Теперь этот никак не может проект планировки защитить на МВК. А мы-то понимаем, что надо решать все быстрее. Поэтому сейчас усилим эту работу. Дарья Заснегова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова